Так, а чё они у меня на Орка-то напали? А что происходит? А? Я не успел начать даже. Всем привет. Спасаем Орка. Не знаю, давайте подлечим его что-ли. Что у нас нужны? Ты получишь? Что? Интересно. Что-ли-то, как плач. Пусть это мне. Это все? Это все? Давай-давай, подлечи его. Не знаю, лечится ли он действительно. Давайте посмотрим. То есть, он влетел, со всеми подрался, каким-то чудом выжил. Так, вот эти вот ребята, кто они, мне интересно. Интересно. Итак, предположу, что ты есть мясник. А ты, предположу, здесь не ради сочного орочего мяса, верно говорю? Не-не-не, не говори, я чую разгадку. Это же ты перебил моих людей возле шахты, верно? А ты, орк, тот самый проныр, что пытается разнюхать про мои дела. Ну что ж, надо сказать вам спасибо за то, что пришли к термин, и не придется за вами повсюду бегать. Балрак. Балрак, ты орк. Тонко подмечен, гаденыш. Я не понимаю, зачем? Зачем уничтожать собственный народ? Народ, тех, кто... Тех, кто убил моего отца, просто потому, что тот отказался участвовать в уничтожении соседского клана ради этой проклятой борьбы. Тех, кто изгнал из племени юного орка с сестрой без единой крошки провианта. Пропадил он пропадом, этот народ. Орки обошлись с моей семьей хуже, чем с бродячими псами, я лишь плачу им той же монетой. Те орки воспринимали меня в моей семье, как пиво, и я только вернусь... Если твой клан дурно обошелся с тобой, есть и другие способы расквитаться. О, да что ты говоришь, и какие же? Сжечь чучело за рака, украсть у них бочонок пива? Нет, культура орков такая же гнилая, какими будут ваши трупы через пару недель. Каждый орк, чья жизнь построена на этой хинеи, заслуживает смерти. И чем страшнее будет эта смерть, тем лучше. Все, с меня хватит, сейчас все закончится. Я только за. Займитесь ими, парни. Свежее мясо. Свежее мясо. Мне нужна помощь здесь. Убили одного из наших героев. Давай, не умирай сейчас. Фух, успел. Ага. Вот ящиков пахнет тухлым мясом, вы изо всех сил сдерживаете тошноту. Вот и все. И все. Блоки за рака, ну и безумие это было. Зарак, фанки. Это было... Мудрость. Не могу не согласиться. Да уж, а мы все с радостью забудем об этом, чем быстрее, тем лучше. Так или иначе, по гроб жизни признателен за то, что вы для меня сегодня сделали. Возьми это, хоть как-то отплачу тебе за то, что ты рискнул жизнью ради моих сородичей. Послушай, Тахар, ты раньше упоминал какую-то армию у тебя под началом. Это была метафора? Я ее собираю. А что? Я тут задумался, не позволишь ли ты мне присоединиться. Я... Погоди, ты же говорил, что ты видный архитектор своего племени. Зачем тебе присоединяться ко мне? Ну, вообще-то, я был не до конца честен с тобой. Если нам предстоит сражаться вместе, тебе стоит знать правду. Я не врал, когда говорил, что был уважаемым архитектором. Я... Перворожденный сын вождя племени пыльных ползунов. Не буду утомлять тебя долгими рассказнями. Вкратце. Рак, мой младший брат с рождения, был одаренным. Ему было предначертано стать шаманом. Каждый шаман должен пройти испытания за рака. Закон моего племени гласит, что каждый одаренный молодой орк должен пройти мучительный шаманский ритуал. Большинство орков, которые подвергаются испытанию, просто не выживают. И мой младший брат, рак, обладает даром. Ты не хотел, чтобы твой брат пострадал. Я несколько дней ругался с отцом. Я умолял его убить меня. Предлагал себя в качестве жертвы за раку. Но закон есть закон. Мой отец не согласился. Так что я решил выкрасть рака и спасти его от этой участи. И вся эта история, попытка спасти орков, быть может, это единственный способ искупить мою вину для меня. Так что, как видишь, я просто несчастный орк в поисках искупления. Однажды я уже опозорил свой род и не могу подвести его снова. Ага. Благодарю за честность. Возможно, ты совершил ошибку, но я понимаю твои мотивы. Если ты вступишь в мою армию, это будет честь для меня. Разделайся с бандой, и когда закончишь, приходи в Муландир. Хорошо, я буду ждать тебя в Муландире. Спасибо, Тахар. Я обеспечу это. И я предупрежу, что я не буду вреден. А пока ты здесь, прими это от меня. Это один из лучших орочих клинков. Ты заслуживаешь. Да, куча текста, и который он не договорил. Ладно. Он мне его не дал, что ли? Давайте еще по пещере погуляем, посмотрим, что тут есть. Стану, что он такая маленькая. Мы зашли и сразу вот столкнулись со всем, чем надо. Неужели тут ничего нету? Попробуйте! 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 Все, что ли? Да, ребята, ну что вы вообще не серьезно как-то. Так, здесь куча мешочков Так, ничего не пропустил Конечно В終わり Хорошо Давайте посмотрим Так, туда не получится. Что-то пещера оказалась меньше, чем я думал. Что-то мы ее вообще на раз прошли. Я тут думал, что, блин, опять плутать минут 30, как когда мы к троллю ходили. Ээ, все хорошо, почему не? Ну, она, конечно, не то чтобы совсем маленькая, но явно заметно меньше, чем та, в которой мы были до этого. Так, ну, все, можно выходить отсюда. А, вот он что. У него покруче булава будет. Вообще, я так думаю, серия короткая, получается, у нас минут 20-30, чем нам сходить, как чеснок купить. Сваритель, да и вроде бы все, что-то у нас буквально пара заданий еще осталось. Там чисто вот буквально мы их махом пробежим. Что-то зря я, конечно, не доиграл, ну ладно. Ну, я там уже почти полтора часа играл. Запись получилась что-то час 18, если я не ошибаюсь, но... Я же еще перепроходил пещеру, поэтому она получилась полтора часа. Поэтому я, типа, как бы изрядно там подутомился и решил взять все-таки перерыв, а не наигрывать два часа к ряду. Так, найдите... Так, чеснок. Я знаю, где чеснок, он вот здесь. Вот у кого-то из этих парней. Так, надо прибраться в вентре немного, а то опять хлама набрали. Ну, а в Муландире, наверное, все продам в идеале. Так, жар, крапива, берем. Нам же одна нужна. Вновь? Мал, Майти, Алла, благословите вашу пути. Да, да, придите ближе. Я уверена, что я имею в виду только то, что ты нужна. Так, а, не у тебя чеснок, что ли? А, у тебя, точно. У тебя чеснок. Это стоит просто, как дурак хлопает. Пам-пам-пам-пам. Да, забавно. На всякий случай, да, крапиву мы купили, мало ли. Надо было и тот шлем купить, или и шлем-маску, там, за пять тысяч. Написано, что это сюжетный предмет, ну, хрен знает для чего он. Интересно. Ну, мало ли, пригодится. Эй, ты разведка, а не ты? Возьми, взгляни. Я уверен, что я имею в виду что-то, что может вызвать вашу интерес. Так, отнесите ингредиенты этой женщине. Сейчас, пока ребята сюда добегут. Гномья мята... А, гномья монет. Короче, жетон. Мясо виверны. Куча всяких записок. А-а-а-а, я понял. Раз, два... Это, 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 почти полный пароль, кстати. Хм, надо сходить попробовать, сколько там чисел. Давайте посмотрим. О, ты вновь. Вот, и снова здесь, полагаю, ты все нашел. Ты как раз вовремя, его лихранится сильнее. Так что ты пришел только в время. Рози, я... Шш, 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 Джорджи, я тут. Кучасый солдат, принес травы для лекарств. Святой Франка тебе скоро станет лучше. Ты будешь лучше, предмогурсия. Это не лихранка Тахара. Это не лихранка Тахара. Это не лихранка Тахара. Этот шарлатанский эликсир не поможет, не поможет больше крови девственности. Проклятье, точно. Что, что ты говоришь? Рогезия, твой муж болит, почему он не в доме? Дышит свежим воздухом. Не приходило в голову? Святой Франк сказал, что нет лучшего лекарства, чем запах зеленой травы и солнечное тепло. А если так говорит Святой Франк, это чистая правда, иначе и быть не может. Рогезия, мне неприятно это говорить, но этот эликсир не поможет. У твоего мужа кровный жар и лекарств от него не бывает. Тем более у какого-то сомнительного целителя. Ты должна как можно быстрее сводить мужа к знахарю. Кровный жар, ты имеешь ввиду эту чуму? Нет, это невозможно. Святой Франк сказал, что это просто колики. Все из-за погоды, жара и в последнее время жара стала жуткая. Нет, Тиары, Рогезия, ты только посмотри на него. Он уже волдырями покрывается. Но нет, я... Нет, ты все врешь. Это было... Надо было все понять, когда я впервые тебя увидела. А теперь убирайся отсюда, я больше не хочу видеть твое лицо. Я... Убирайся с моих глаз, будь ты проклят. Эликсир поможет, чтобы тебе пусто было. Поможет, и Джорджи поправится. Ты меня слышишь? Поправится. Эликсир будет помочь. Для того, чтобы он помочь. Он будет помочь. И Джорджи будет хорошо. Ты слышишь меня? Он будет хорошо. Ну, бывало и лучше. Люди верят в то, что хотят верить, но мы должны рассказать об этом гургомисту всесвета. Да, я знаю, кроме жара не заразен, но знахари могут много о нем узнать, если осмотрят тело. Пожалуй, проклятая чума, чтобы ее не вызвало, нужно это прекратить. Так, значит, пока что мы знаете, куда идем. Так, где этот люк? Люк, 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 люк. Вот, идем сюда. Так, у нас, меж тем, есть три цифры. Так. Первый. Первый один. Два, четыре. И три, это семь. Ага, больше нету. Так, не помню, сколько их, но давайте попробуем. Так, один. Четыре. Семь. Так, а вот дальше мы не знаем, какие числа. Ну, не знаю, пусть будет шесть. Ага. Ну, в принципе, не сложно угадать тогда. Настоящее место недоступно все еще для меня. Но это не значит, что я не могу угадать пароль. Хотя, опять игра может забаговать, конечно, зараза такая. Ну, ладно. Я перед уходом в любом случае попытаюсь тут ломиться в это место. Сначала пойдем сюда, вот к этому товарищу. Посмотрим, что он нам расскажет. Какие он там раскопки вел. Хм, кажется, это он. Аклайн? Нет ли у тебя монетки, добрая госпожа? Прошу, праотец вас оградит тебя за щедрость. Мы здесь из-за острова в Черном море. Этот проклятый остров, дыхание тярой. А я тоже думал, что покончил с ним навсегда. Кажется, ты злишься. Надо же, как ты угадал. Я пожертвовал всем, что у меня есть ради каких-то бредовых фантазий. Я был аристократом в милости Тиары, а стал нищим в грязном квартале. Неплохая карьера, да? А все из-за бредовой детской мечты, потому что я хотел верить, что я особенный. Давай не будем об этом. Но мы-то точно знаем, что он существует и хотим его найти. Что? Остров существует, и у нас есть причины считать, что там есть кое-что нужное нам. И нам рассказали, что ты пытаешься раскопать древний гибернийский портал, который может привезти нас туда. Прости, но это слишком сложно переварить. Но портал существует. Да, да, он существует, но он бесполезен. Просто кусок камня. Еще один вопрос. Нам сказали, что ты считаешь себя частично гибернийцем, как королева. Ну, уже нет, но да, когда-то я в это верил. Но, да, я верил в это очень долгое время. Какой? И как так случилось? Долгая история. Если в двух словах, то, сколько себя помню, меня посещали эти странные сны. Сны о бирюзовом мраморе, о странных ритуалах и древних драконах. Но они всегда были такими яркими, как настоящие воспоминания. И ты решил, что они были воспоминаниями. Ну да, а еще я всегда чувствовал, что отличаюсь от других. С другой стороны, а кто не чувствует? В общем, маги из Гильти и Творцов оказались правы. У меня не было ничего, что могло бы подтвердить мои заявления. Значит, ты потратил все свое состояние, чтобы найти этот остров. Да, как ты вероятно знаешь, никто не согласился финансировать мою экспедицию. Так что я решил взять все в свои руки. И теперь, вспоминая об этом, я не могу поверить, что был таким одержимым. Даже когда я продавал дом, в котором жили много поколений моей семьи, я не видел, куда приведет меня эта дорога. Но я не хочу об этом говорить, надеюсь, ты понимаешь. Откуда ты узнал про этот остров? Ох, сложно. Дневники каких-то искателей приключений, сны и живое воображение. И это все? Нет. Это не так. Очень тягостная глава моего прошлого, которую я не хочу открывать. Это не так. Но, пожалуйста. А что ты надеялся найти на этом острове? Богатство. По крайней мере, одно из желаний было именно таким. И именно об этом я говорил потенциальным инвесторам. Потом, конечно, я грезил гибернийским наследием. Тем не менее... Гибернийская культура всегда восхищала меня. Я изучал археологию в Грейфоли, и надо мной всегда смеялись, как над большинством археологов. Многие все еще считают археологию дорогостоящим хобби для аристократов, а не настоящей профессией. Я хотел доказать, что они не правы. Ох, друг, я тебя понимаю. Ты представить себе не можешь, как я тебя понимаю. Ты не можешь? Серьезно? Ну, он же тоже археолог. Как бы то ни было, нам нужно найти способ попасть на этот остров, а строить корабль мы по разным причинам не можем. Покажешь нам этот портал? Ты что, вообще меня не слушаешь? Он не работает. Но мы должны попробовать. Отведешь нас туда? Ладно, отведу. Но с одним условием, вы мне заплатите. Поверь, будь у меня выбор, я не стал бы просить об этом. Но если уйду с этого места в самое людное время, мне сегодня придется спать с пустым брюхом. Просто дай мне 30 золотых. Этого мне хватит на неделю. Я могу. Но только под один кондиционер. Держи 60. О, это очень щедро. Спасибо. О, очень щедро. Спасибо. Встретимся на месте раскопок. Хорошо? Мне сначала нужно кое-что сделать. Ладно, увидимся там. Так, и мы идем сразу к бургомисту тогда. Бедняга, отдать все за мечту и не справиться. Как это печально. Но такое случается довольно часто. Некоторые мечты так и остаются мечтами. Мы лишь любим убеждать себя в обратном. Что-то Альрик у нас в последнее время так расфилософствовался. Прям как будто у него какой-то невероятный уровень красноречия, убеждения, рассуждения, понимания сущности мира и так далее. Вот. Еще меня сейчас волнует вам и расскажем о кромном жаре бургомисту. Не поднимет ли он какой-нибудь лишний кипиш. Не перекроет ли нам свободу передвижения в городе. Уже больно мне интересен этот момент. Неужели сам Пария пожаловал? Я не ожидал увидеть тебя так рано. Что тебе нужно? Я пришел, потому что обнаружил жертву кровного жара. Кажется, у одного из фермеров с окраины проявляются симптомы, характерные для поздной стадии заражения. Пожалуй, твоим людям стоит на него взглянуть. Кровный жар. Понятно. Спасибо, что сообщил. Изучение этой проклятой болезни довольно сложная штука. Если бы нам чаще рассказывали о таких случаях, мы бы наверняка знали бы больше. Вот, прими в знак признательности. Спасибо. Всегда пожалуйста. Ядовитый гриб, чеснок. 50 чесноков, блядь. Да. Так. Ну да, гриб возьму. Потому что не встречал я еще гриб ядовитый. Так, ну одним квестом у нас стало меньше. Это хорошо. Продолжение следует... Многие большие являются разрушительный gap between the rich and the poor. Дело завершим. Яс. Надеюсь, голем бьется сейчас, когда мы зайдем. Так, сначала сюда. А, вот и ты. На случай, если ты беспокоишься, я послал двоих магов помочь Ричарду и Хуберту найти дорогу в гильдию. Это будет удивительная возможность углубить свои познания в магии. Я все еще поражен тем фактом, что избыток магии может породить сознание. Ты только подумай, что это означает. Как бы то ни было, я готов к тебе присоединиться. Сначала мне, правда, нужно уладить несколько формальностей, но я готов выступить до рассвета. Где встретимся? Ты же говорил, что город-создатель находится в самом центре Искандера, да? Я должен обеспечить некоторые формальностей. Но я готов, чтобы уходить до следующего вечера. Где мы встретимся? В зависимости от твоей истории, Хуберта находится в центре Искандера, а сейчас? Я не рекомендовал. Огном мне интересен в плане диалогов, которые могут получиться, когда мы сейчас на раскопки пойдем. Ну, давайте, блин, подкачнем Урама тогда и отправим его. Для начала, конечно, себя качнем. Так. Необузданная ярость. Полезная штука, наверное. Ну, я сделаю вот так. Так, не хватает ли мне чего-нибудь, чтобы предложим какой-то более матерый доспех надеть? Да нет, мне всего хватает. Мне хватает абсолютно всего. Ага. Так. Ну, можно в силу вкатиться тогда. Так. Отвечает за урон, который выносит оружием и способностями, зависящими от силы воли, и за общий запас концентрации также повышает магическое сопротивление. Ммм. Блин, очень вкусно, конечно, звучит. Сколько у нас он требует? Шесть силы? У нас семь силы, да? То есть нам еще хватит. Ну, или можно с запасом, конечно, впулиться. В силу. Все-таки мы танк больше. Ох, да? Так, а у тебя как обстоят дела? Так, ну, ловкости у тебя с запасом, да. А вот во что-нибудь получше бы тебя, конечно. Хотя... Слушайте, она, в принципе, неплохо одета. Зачем ее во что-то еще одевать? Вот и все. Так, и чтобы тебе еще-то взять такого вкусного, полезного, как говорится. Да. Так вот. Так, мистер гном. Мистер, мистер гном. Так, это у меня максимум. Максимум, максимум. Головоруб. Давайте головоруба возьмем. И добавим в силу. Вот так вот. Так, и отсылаем Урама. Жаль, конечно, отсылать его. Ну, ладно. Я хочу просто этого чувака как посмотреть. Так. Ты у нас маг. Прям магический супермаг. Так. У тебя, в принципе, неплохой посох. Урон у него выше, но у него нет дополнительных плюх никаких, да? Ну, ладно. Ходи с ним тогда, черт с тобой. Так. 10 концентрации. Ну, слушай. В принципе, да и одет он даже неплохо. А если я хочу во что-нибудь прям мощное тебя приодеть? У-у-у-у. Вот мань тебе могущество, блин. Все. То, что тебе нужно. Капюшон у него вообще норм. Прям лучше и не надо. Так. А женщина у меня... Слу-у-у-ушай. Ты даже шлем можешь надеть, но тогда ты так далеко видеть не будешь. Не оставайся в этом прелестном зеленом капюшончике. Он тебе уж больно уж идет. Вот. А ты оставайся в этой платке своем. Он тоже тебе идет. Вот. Дальше. Если я, предположим, хочу что-то получше на него приодеть. Так. Он тоже владеет черной магией. Неплохо. В том числе и белой. Так. Ну, я думаю, надо, чтобы он лечение знал. Потому что мы, возможно, будем тогда подменять ирию тобой. Вот. Так. И вот это сразу берем. Но ты у нас будешь уметь и... Черную магию, да? Так. Так. Парадоксальная магия. Ну-ка. Исцеляет союзников и наносит урон врагам в указанной области. Слушай, ну это тоже хорошее дело. Насколько исцеляет. 70-70. Так. Ммм. Ммм. Блин, непонятно, сколько хорошо исцеляет, конечно. Ммм. Это, блин, тоже хорошая штука. Ну, давайте попробуем. Исцеляет союзников и наносит урон врагам. Посмотрим, что выйдет из этого. Чисто урон в течении времени. Так. Плюс криты может выдавать. Ну, вообще эту всю ветку можно задаром прокачать. Так. Может нанести выбранному врагу урон всех типов. Угу. Блин, ну интересное кино, конечно. Так. Это приму. Раз, два, три, да, возьмем. Так. Тогда вот это не берем. Это у нас расспособность. Это два. Окей. Блин. Просто не всем понимаю, что за лечение мы получаем. А-а-а-а. То есть это вот... Постепенно восстанавливает здоровье, да. То есть это такой посредственный хил. Угу. Так. То есть по чуть-чуть. Понятно. Угу. Угу. У него такое ощущение, что другие какие-то способности. А-а-а. 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 Угу. Что это? Ох, я боюсь, конечно, пожалеть, если ему выносливость не качну. Но я сделаю вот так. Вот. Он у нас будет очень сильным магом. Так. Что-то ему надо еще выбрать, конечно. А-а-а. Вот эти бафовые способности мы оставим, конечно же. Возьму что-нибудь из этого тогда. Так. Приносит жертву. Нет. А-а-а. Отлично. Тать. Ну, давайте-ка мы возьмём призывание трупов, да, призывает группу ходячих медвецов, почему бы и нет. Вот так вот сделаем, всё отлично. Но поменяем мы тебе вот так вот, всё, круто. Фух, да, всё, раскачались. Интересно. Фух, да, всё, раскачались. Так, сейчас идём к телепорту. И нам надо вот сюда. Блин, опять у нас серия километровая получится. Ну, что, что будешь делать? Как вообще избежать этого, чтобы сесть и поиграть на 30 минут? Ну, ладно, не знаю, по-моему, как раз-таки сейчас около 30, и мы должны закончить вовремя. Майор, пожалуйста. Хорошо, пак, мы идём дальше. Офигеть, ему, ох, ну как много урона наносят, ахренеть. Да его вообще чуть не убили, нахрен. Жесть истинная. Вот это да, его прям, 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 очень сильно били. Офигеть, я буду делать, как я могу. Хорошо, давайте сделаем это. Ему вообще это чуть ли не половину всего здоровья восстанавливает. Откуда тут эти фанатики взялись, абсолютно непонятно. Дыхание Тиары, ты в самом деле всех их перебил. Ты вообще кто? Бывший солдат. Так это и есть портал? Да. Он определенно похож на гибернистский. Это ты восстановил его? Нет, он всё ещё функционировал, когда мы нашли его. И это было довольно странно, но больше ничего загадочного не произошло. Мы не смогли активировать его даже с помощью портального камня. А как вы его нашли? И почему ты считаешь, что он так связан с островом? Гибернистские каменные таблички, видишь ли? Как и создатели гибернисты владели магией, которая позволяла им перемещаться на большие расстояния за короткий промежуток времени с помощью порталов. Ты выходишь в активный портал, и он переносит тебя туда, где находится его двойник. Телепортация. Да, но куда безопаснее и доступно обычным людям? Понятно. И откуда ты знаешь, что двойник этого портала находится на этом острове? Это ещё одна долгая история, выслушивать которую у тебя, подозреваю, нет времени. Достаточно сказать, что я нашёл что-то типа карты, и на ней были отмечены все гибернистские порталы, существующие в то время. Интересно. Эти портальные камни нужны, чтобы их активировать. Да, но, как я сказал, толку от этого камня мало. Я заплатил целое состояние, выкупив его у одного кавайского купца, но с тем же успехом можно было читать заклинания над кирпичом. И где этот камень сейчас? Можно на него посмотреть? А ты упертый, да? Нет, нельзя, потому что я его выбросил. Нет, ты не можешь. Потому что я его выбросил. Зачем? Потому что от него не было толку. Он был таким же бесполезным, как и прочий проклятый, бестолковый конский навоз, ради которого я и разрушил свою жизнь. Прости меня, мне не стоило так расстраиваться. Просто это место навевает всякие воспоминания. Куда ты его выкинул, ты помнишь? Да, помню. К юго-западу отсюда у реки есть небольшая хижина. В тот день я наконец-то не понял, что гонялся за призраком. Ты пытаешься его найти, да? Понятно. Пожалуйста, я не знаю, кто ты, но поверь мне, это бессмысленно. Ты только зря потратишь время. Позволь мне самому решать. Ты подождешь здесь, если настаиваешь. Мне все равно нечего делать в этом проклятом городе. Конечно. О'кей, ладно. Чё-то он просто так лежит. Вон, да, мне кажется, именно про эту хижину говорил Оттели. Посмотри, может, это тот самый камень? Покажи. Да, может быть. Хотя, интересно. На этом камне орнамент из гибернийских рун, но он очень похож на нашу руну создателей. Чё, не стоило в портал заходить? Ватли, мы нашли... Клянусь, как это возможно? Портал, кажется, он отреагировал на мое появление. Но что-то не сходится. Нет, это сон, это невозможно. Это... Это меч. Это не происходит. Ну, очевидно. Я должен посмотреть. Проклятия, стой. Придется следовать за ним. Кажется, выбора у нас нет. Проклятия, стой. Понять, что... Что вот здесь. Потому что, ну, нам очевидно только идти на выход с этой локации. Так, 147. Один, четыре, семь, два. Ммм. Так, мы можем отправиться туда, то есть мы его открыли. Самое трудное в любом деле не совать нос в чужое. Мало найдется городов, где поговорка была бы уместнее, чем во Всесвете. В городе, где преступников едва ли не больше, чем законопослушных граждан. Можно найти исполнителя практически любых, даже самых мрачных желаний. Однако, синдикаты и банды Всесвета в совершенстве овладели искусством оставаться в тени. Обычно они проворачивают свои делишки либо с закрытыми дверями, либо в бесконечном конвенционных туннелях, прилегающих под городом, словно паукина в вен, сочащихся черной кровью. Сочащиеся черной кровью. Так. Опять вне квеста идем куда-то. Опять вне квеста идем куда-то. Попробуем. Купцов мы это читали. Понятно. Попробуем. Ну, небольшая локация. Хорошо. в рока и примора мы читали о слушайте кольцо на ловкость это же прекрасно вот тут штуку мы оставим так это мы читали так придется тебе пожертвовать концентрации ради того чтобы ебашить как сумасшедшие концентрация концентрация вот так вот есть интересно можно ли ловкость больше развить чем есть но вот у нее 10 плюс 2 идет да хорошо интересно афта фью рефю гейсу мейки туэрлайт мэй а шахты файна дэр трубалсты нотэн но это нечаянти из ассидий стейт летит ларжи анскей джуриномей ворссетти хазатом мантинопроблем Ну, зайдем туда, да, и закончим, наверное Больше нечего делать Хотя будет очень обидно, если там, блин, локации на два шага Я боюсь, что мы придем, и там начнется огромная куча диалогов Ладно, зайдем мы туда все-таки лучше в следующей серии А на этом закончим Так что всем пока и удачи